И о спорте. В прошедшие дни спортивная жизнь города была весьма насыщена и разнообразна. Вот только несколько спортивных мероприятий, которые удалось посетить нашей съемочной группе. Велосипедисты открыли сезон. Мотодом совместно с Ирбитской школой ДСАФ решили отметить это события соревнованиями. И первой дисциплиной стало фигурное вождение велосипеда. Самым маленьким участником Константину Зырянову и Максиму Беленькому по четыре года. Несмотря на свой возраст, они умело и быстро проезжали элементы и в своих категориях беговел и велосипед заняли первые места. Самой спортивной признана семья Метелёвых. На старт сначала вышел маленький Егор Метелёв. Он занял первое место в категории мальчики. 6-10 лет. Затем Катя Метелёва в категории девочки этого же возраста тоже показала лучший результат. Первое место и у Лизы Метелёвой в категории девушки 17 лет и старше. А Руслан Метелёв стал серебряным призёром в категории мужчины. Самому возрастному участнику соревнований 69 лет. Это Александр Новосёлов. И в своей возрастной категории он тоже стал лучшим. В этот день раздали большое количество медалей. А велосипедисты получили заряд бодрости и показали, насколько виртуозно они владеют велосипедом. Быстрее и выше под таким девизом прошли соревнования у легкоатлетов. У них тоже открытие летнего соревновательного сезона. У нас сейчас начался летний соревновательный сезон. И это можно сказать первое соревнование. Первое соревнование мы только прошли втягивающий такой период. Это первое соревнование. Еще особо таких результатов нет, но мы надеемся на месяц июнь. В июне у нас основные соревнования такие как первенство Уральского федерального округа, первенство России. То есть мы готовимся в основном к ним. К этим соревнованиям. И это такой как толчок. Эти соревнования – толчок. И первые старты – открытый областной турнир по прыжкам в высоту «Взлетная полоса», посвященный отличнику народного просвещения Галине Петровне Захаровой. Участие в соревнованиях приняли 79 спортсменов из орбиты Екатеринбурга. Нижние туры Березовского – Верхней Синячихи в возрасте от 9 до 20 лет. Эти соревнования для меня очень важные, потому что на этих соревнованиях атмосфера дружеская. Здесь можно раскрепоститься, здесь можно пообщаться, здесь можно добраться от кого-то серьезного опыта. И в этих соревнованиях дети расслабляются, дети получают удовольствие и получается, что выполняют свои личные рекорды. Кто-то занимает места, кто-то побеждает. И, соответственно, вырос кандидат мастера спорта на этих соревнованиях. На взлетной полосе участники показали хорошие результаты. Ирбичане тоже, как всегда, на высоте. Победителями в своих возрастных категориях стали Анастасия Овчинникова, Руслана Колотова, Кирилл Киселев, Анастасия Лаптева, Кристина Кудрявцева, Ефим Королев и Максим Тимофеев. Настоящие недетские страсти царили во время шахматного турнира среди детсадовцев. В шахматном клубе «Гамбит» прошло открытое первенство города Ирбита по шахматам среди детей дошкольного возраста «Детские сады-2018». В соревнованиях приняли участие 16 воспитанников из шести детских садов Ирбита. Юных Каспаровых пришли поддержать друзья и родственники. Я привел сюда внука, который у меня играет шахмат и участвует в турнире. И первую игру он у меня выиграл. И я очень доволен. По итогам соревнований первое место занял Всеволод Рожков в детский сад номер 26. На втором месте Михаил Хайдаров, тоже из 26-го садика. На третьем – Кирилл Михалев, детский сад номер 14. Такие насыщенные спортивные выходные в Ирбите каждую неделю. В ближайший уикенд пройдут соревнования у самбистов, футболистов. Также состоится первенство города по спортивной аэробике и легкоатлетическая эстафета. Анастасия Махнашина, Лариса Воложанин, Евгений Присижнюк, НТС «Ирбит».